Вы только посмотрите, какие цементные разводы, вся в ржавчине, как разваливается вся эта бутафория. Все уже развалилось, мне нравится, что здесь удобный заезд-выезд. Ну а тут мы с вами тоже видим, плохо было сделано застройщиком гидроизоляции. Дворовое пространство достаточно плачевное, по мне, состояние фасада, потому что их монтаж оставляет желать лучшего. Просто обычная бутафория, трехэтажный пандус, лифт, конечно, достаточно обшарпанный. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Мы с вами в Кимках, где некогда прогремевший, наверное, на всю страну застройщик Урбангрупп возвел свой жилой комплекс, который называется «Город-набережная». Шикарнейший проект. Таких проектов, наверное, я не видел до сих пор. Но давайте вместе посмотрим, что стало с этим жилым комплексом, в каком он сейчас состоянии, что с ним происходит, сколько стоит здесь недвижимость на вторичном рынке. Все это вы увидите, друзья, в этом видео. Квартиры. Здесь застройщик продавал от однокомнатных до четырехкомнатных. По-современному есть здесь и урбан-виллы, и двухуровневые квартиры, и много-много чего интересного. Вот как раз за моей лысой головой мы видим бывший офис продаж, где на данный момент расположен ликера-водочный магазин. Ну что, погнали смотреть. Жилой комплекс встречает нас вот такой аркой, которой постоянно видно, что уже давно требует ремонта. Бывший офис продаж застройщика, осыпавшийся кирпич, дома и коммерческие помещения. Здесь каждый день проходит большое количество людей. Обратите внимание, какой совершенно бестолковый и узкий тротуар. Ну и для автомобиля заезд я тоже бы не назвал его достаточно комфортным для водителей. Но зато вокруг комплекса есть лес, есть речка и достаточно интересные фасадные решения. По правую сторону мы видим коммерческие, на первом этаже коммерцию, магазины, аптеки, много чего другого. И многоуровневый паркинг. Но обращаю ваше внимание, что здесь уже все валится, сыпется. Смотришь на этот кирпич и понимаешь, что качество гидроизоляции, строительных работ было, к сожалению, на низком уровне. Входные группы смотрятся достаточно просто. Не удивлюсь, что вот эти цветочки сажают сами жители. Трехэтажный пандус для удобства жителей ржавчина. Ну и, к сожалению, какая-то разруха. Дом бедный по-настоящему здесь плачет. Обращая внимание на многоуровневую парковку и коммерцию на первом этаже, нельзя не обратить внимание на состояние фасадов стен, подтеки от ржавчины, разрушение кирпича и многое другое. Въезд в паркинг. Обращаю ваше внимание, что вот это просто обычные бутафории, панели, которые закрепили нанкера. Где-то они замазаны. И издалека, когда ты смотришь, вот видны от этой замазки следы. То есть, как-то, знаете, сделали, но не продумали. Спускаясь в паркинг, здесь сразу видим с вами, что были протечки. Не знаю, их устранили или нет. Здесь дополнительно почему-то окрасили, но зато здесь становится так прохладненько. Подземный этаж всего лишь на минус первом этаже. Вот видим то, что здесь стоит влага. Да, грязь. Хотел сказать, паутина на веревке, тут в штукатурке кусок висит. Ну, в общем, в принципе, паркинг такой, знаете, такое ощущение, что ему лет уже сто в обед, но по периметру пока особо больше протечек не видно. И, возможно, здесь даже все хорошо. А у нас сегодня 2 июля. Время 20 часов 18 минут. Как раз будет здорово посмотреть. Все возвращаются и вернулись уже домой. И что здесь с парковкой на территории комплекса? Набережный проезд. Дом 22. Здесь два приямок. Даже есть ограждающая конструкция. Виден люк. Но такое ощущение, что давно это не обслуживали. И, конечно, видно, что вот подтекает сюда вода. Панели, конечно, выглядят так себе. Потому что их монтаж оставляет желать лучшего. Особенно вот эти места, где заделывали крепления. Вот такие огромные уступы. И, к сожалению, это так по всему комплексу. Видим, что местами валится штукатурка. Отходит облицовка. Где-то не очень. Ну, в принципе, вот эти все панели, они подрезаны достаточно криво. Как у нас сейчас на данный момент, к сожалению, делает большинство застройщиков. Видите, он тут как все сыпется. Ну, конечно, да. Очень печально, что вот на самом деле такой классный большой проект. Просто взяли и сделали, как говорится, тяп-ляп. Вот здесь мы видим с вами, что падал кирпич. И просто его заштукатурили часть стены. Кирпич – это фасад. Дальше идет газоблок. Стены к соседям тоже с газоблокой. Здесь жители сетуют очень на шумоизоляцию. Вернее, ее отсутствие. Внизу у нас паркинг. Поэтому, соответственно, скажем, на таких возвышенностях здесь деревья. С 13-го года они, конечно, все повырастали. Детская площадка. Вот я помню, в Беларуси я видел такое же травмобезопасное покрытие. То есть сейчас его делалось сплошное. Здесь оно просто такими плитками. Плиточки уже кое-как везде пошли. Но это, в принципе, рунда. Детская площадка. Это резиновое покрытие. Кстати, да, вот о том, что я как раз думал, что через какое-то время они, понимаете, выгибаются. И по мне, конечно, наверное, наши покрытия, которые идут сплошные, они более, скажем, функциональные, нежели чем вот эти плиты. Ну, конечно, трех уровней, трехэтажный пандус и вот такое плачевное, по мне, состояние фасада, конечно, не оставляют, к сожалению, надежд на будущее. Потому что по застройщику идет дело о банкротстве. Гарантия здесь уже давно закончилась. Навряд ли вообще здесь кто-то, что-то, мне кажется, делают. И, конечно, все это надо восстанавливать за свой счет. Восстановление стоит очень-очень дорого. Ну, вот видим, да, как вот здесь пробито. Не знаю, это жители или так уже было. Но такого, к сожалению, здесь достаточно много. Если обращать внимание на ступени, то здесь, видимо, уже тоже все поотваливалось. Отваливалось, ну, пока никто ничего не исправил и не сделал. А, не зря жилой комплекс называется город набережных, город ухабов. Потому что есть вот такие мостики. Есть даже вода в этих каналах. Изначально, конечно, проект был многообещающим. Но прошло достаточно количество времени. И вот, знаете, в таком ощущении, что заброшенный остался. Никто за ним, к сожалению, не ухаживает. Остались камни. Все зарастает. Потому что нет движения воды. Должно быть движение. Ну, вот. Все, как, друзья, мы с вами видим. Видите, все валится. Мох вырос. Все в ржавчине. Никто ничего не исправляет. Брусчаточка падает вниз. И никому никакое дело до этого жилого комплекса. Хотя сама архитектура, сама идея просто, не знаю, можно сказать, даже фантастическая. Фантастическая. Ну, понимаешь, что само озеленение изначально было достаточно скудное. За вот более чем 10 лет вырос вот такой кустарник. Здесь даже видно, управляющая компания вот тут местами оккультуривает, подравнивает. Ну, вот люди нас сажают, да. Это чтобы было как-то повеселее смотреть. Вот такие стоят буйки для того, чтобы здесь не парковались. Обратите внимание, что время у нас сейчас 20 часов, там, 25 минут. И вот практически все места заняты. Парковаться, конечно, есть где. Но с местами здесь достаточно тяжело, потому что у каждой семьи, наверное, есть одна машина. Может быть, даже и не одна. И вот все дворы, все внутриквартальные дорожки забиты автомобилями. А если обратить внимание на окна последнего этажа, это как раз и есть вот эти двухуровневые квартиры, которые многие переделывают в однушке и студии для того, чтобы сдавать в аренду. Напомню, что здесь очень близко расположен аэропорт. И, соответственно, здесь хорошо уходят квартиры в аренду для летного состава и сотрудников аэропорта. Вот пока снимал, вот прошла стюардесса с чемоданом на свой борт. А у нас здесь, друзья, светомузыка. Красивые арки, знаете, в таком сталинском ампере, достаточно высокие. Где-то мы дойдем, на арках много сидит птиц, которые испражняются прямо вниз. Ну, понятно, птицы, вряд ли ты куда-то денешься. Тоже большой двор. Дворовое пространство достаточно по оснащению детскими площадками скудное. Озеленение тоже есть, но его достаточно мало. Но вот сам фасад, обратите внимание, сам вообще проект. Изначально было все сделано интересно, но реализация, как говорится, подкачала. А вот поднимаем голову и камеру чуть выше. Он, видите, уже посыпался, к сожалению, как штукатурка на монолитных перекрытиях, так и, соответственно, кирпич. У многих кондиционеры все копает прямо вниз. Так, наверное, здесь не должно быть. Если обратить свое внимание на ресурс авида, то увидим, что продается достаточно приличное количество квартир. Это говорит о том, что здесь не устраивает людей жить. Хотя я скажу, что отсюда я добирался достаточно быстро. Мне понравился, что комплекс у аэропорта. И когда ты едешь из Санкт-Петербурга, здесь очень удобно по пути останавливаться. Только обратите внимание на это количество автомобилей. Вот он, трехэтажный пандус. Здесь даже вот эти ограждающие конструкции, смотрите, они вот такого качества, что даже бетон здесь разрушился и превращается в обычный мусор. Зато есть своя набережная, по которой гуляют люди, дети, собаки и даже и скамейки, чтобы можно было просто посидеть и насладиться видом на зелень, частный сектор, закат. И вот тоже, друзья, обратите внимание, что вот выпуск кровли как сделан. Деревянные лаги, деревянная обрешетка. Очень смотрит, знаете, как будто действительно старинное здание. Красиво смотрятся плинтуса, если не смотреть и не присматриваться, потому что видно, что разные расстояния, и они такие, знаете, ну вот, не знаю, не равен час, когда это все свалится. Ну и смотрите, как течет вода, как плохо была сделана застройщикам гидроизоляции, как управляющая компания, наверное, некорректно обслуживает эти дома, что вот уже начинает разрушаться кирпич. Вот сам канал. По каналу мы видим, что он весь заросший, потому что если бы было нормальное движение воды, то, естественно, бы здесь ничего не заросло. Раньше здесь просто вот были куски такие крупные гравия в сетке. И обратите внимание, что за это время повырастали уже и деревья. Отсюда лучше фотографировать самолеты, написал нам застройщик, потому что вот аэропорт, и вот они начинают вот так красиво взлетать. Речка такая. Не покупаешься, конечно, я бы не вряд ли сюда залез, но вот зато видны уточки, которых кормят жители комплекса. Ну вот тут мы с вами тоже видим на фасаде, на колоннах, что вот эта вся бутаопория отрезка этой слазит. Это если поднять камеру чуть выше, то вот, видите, это опор обычный металлический. Такая квадратная труба, которую, соответственно, прикрепили какой-то из материалов. Возможно, это даже ЦСП. Штукарнули, покрасили, и вот это, к сожалению, выглядит вот так. Поворачиваем камеру направо, и вот здесь видим тоже такую красоту. И, к сожалению, это, друзья, везде так по комплексу. Из плюсов, конечно, у комплекса – это свежий воздух. Обратите внимание, что вот такой свой лес, куда ходят жители прогуляться и приготовить вкусный шашлык. Вот эти сети-виллы, можно их так назвать, многоэтажные, и террасы выходят прямо в лес. Когда ты выходишь на террасу, видишь деревья. По мне это, конечно, плюс. Из нюансов. Три этажа, то есть представьте, вот у вас большая вроде по площади квартира, но лестничный марш занимает достаточное количество площади, за которую вы платите вашей вот такой, скажем, частной квартире. Но, конечно, на ту сторону, ведь на лес, это, конечно, очень круто. Знаете, к комплексу нет какой-то антипатии. Здесь достаточно все прилично, хорошо. Я, когда приезжаю в Москву, очень часто здесь останавливаюсь. Где останавливался этой квартирой, обзоры есть на моем канале. Мне здесь все устраивает и нравится. Мне нравится, потому что здесь рядом аэропорт. Мне нравится, что здесь удобный заезд-выезд. Докада всего лишь около 10-11 километров. Мне нравится, что здесь есть МЦД. Это наземное метро для питерцев. Москвичи-то знают, а у нас, к сожалению, такого нет. И, соответственно, тихо, уютно, есть все магазины, есть, в принципе, все для жизни. А вот это, кстати, мусоросборочная камера. А здесь, конечно, недвижимость стоит подороже. Все хотели жить, скажем, в черте города и в собственном доме. Но тоже обратите внимание, что тут и балкончики, и, соответственно, своя парковка на первом этаже, красивые двери, и фасады. Вот из зданий, кстати, выглядел намного получше, чем соседние многоэтажки. Проект сам у меня вызывает уважение, потому что очень круто вот здесь сделана расстановка зданий. Если бы здесь была бы качественная стройка, качественное зеленение, было бы, конечно, здорово. Ну, понятно, да, за много лет поврастали деревья, но на самом деле вот между домами мне лично этих деревьев не хватает, потому что хочется, чтобы их было больше, чтобы действительно было вот как здесь зелено, как вот в этих трехэтажных частных домиках. И смотрелся бы, комплекс бы намного-намного интересней. В Москве теплее, чем в Санкт-Петербурге. Здесь достаточное количество у людей кондиционеров. Прям слышно, как конденсат капает на землю, на крыше. Красное и белое, конечно же, в каждом, в каждой новостройке. Как же без этого? Ну, вот здесь, знаете, идешь и очень уютно, потому что такие высоченные кусты и так приятное впечатление. Но когда смотришь вот на эту арку, то понимаешь, что что-то долго они все это друзей исправляют. Очень, конечно, много здесь автомобилей. Все улицы просто ими здесь забиты. Но вот здесь зато есть. Так, как нам туда пройти? Приятно, что есть своя набережная, свои каналы. Здесь ловят рыбу. Вон, видите, рыбаки сидят, потому что рыбы здесь есть. Достаточно здесь неглубоко. Летают чайки, тоже ловят здесь, друзья, рыбу. А вот здесь как раз отчетливо видно, как монтировал застройщик панели. И вот все места окрепления отдельно промазывали, наверное, подкрашивали, или чем промазывали, было практически в цвет. И вот издалека, конечно, смотришь, вот на камеру очень хорошо видно, что они такими точками, знаете, как будто пробития какие-то были, их просто подмазали. Ну, конечно, все такое, знаете, можно назвать колхозом. Ну, вот сама архитектура мне нравится, проект мне нравится. Реализация подкачала. Жить, конечно, можно. Приятно, что здесь нормальное давление воды, жалоб, по крайней мере, на это нет. Зимой очень хорошо топят. Жалоб тоже нет, что кто-то мертвен. Ну, вот видите, обратите внимание, тут куча капель это с конденсатом, вот эти все капли. Вот так выглядит приямок. Вот все, видите, поотваливалось, протекало, пеной что-то там подмазывали. Но зато можно вечером вот так взять камеру, жену, собачку, мужа, ребенка и прогуляться по своей набережной. А на другом берегу реки виден проект, называется Рафинад. Обзоры есть на канале. Ссылку для вашего удобства оставил в описании к этому видео. Да, конечно, буйки такие, знаете, покосились уже. Он еле держится. Держится, знаете, то, что вот он не падает, потому что есть еще какой-то здесь бетон. С него вот это все сыпется. Сделаны, кстати, достаточно интересные. Они в Санкт-Петербурге, все местные жители в центре, кто живет, на Петроградке, на Васильевском, то, соответственно, видели такие же гранитные буйки. Их ставили в арки для того, чтобы, когда заезжает карета, не оббивала углы и фасады зданий. Ну, а здесь это сделано в виде ограждающих конструкций, чтобы, соответственно, здесь не парковались. Ну, тоже видим по желобу. Все уже развалилось и металлических частей, к сожалению, нет. А тут у нас очень интересно. Внутри мы с вами видим пенопласт. То есть, для того, чтобы сэкономить, пенопласт, бетон, поставили на один штырь, сверху кольцо, к которому старину привязывали лошадь. Ну, в принципе, все, знаете, такая бутафория. Да, можно поиграть даже в шахматы или в шашки. Но, полагаю, это никто не использует по назначению. Выгул собак запрещен, но непонятно, к сожалению, где он разрешен. Представляю, сейчас зажгется свет и будет такой свой небольшой променад с светильными приборами в стиле царских светильников, которые в центре Санкт-Петербурга. Друзья, даже здесь в комплексе город-набережных есть площадка для выгула собак. Вот, честно, ее здесь увидеть было неожиданно, потому что даже в современных проектах можно в Питерик пересчитать на пальцах одной руки, где есть вот такие же площадки. Не зря жильцы здесь сетуют не только на отсутствие парковки в должном количестве, но и также на мусор. Обратите внимание, какие здесь его груды. Понятно, продуктовый магазин, но кроме продуктового магазина здесь выбрасывают его, видно, обычные жильцы комплекса. Но почему-то своевременно не увозят. Отдельно, конечно, хочу сказать по поводу зимы, так как здесь дорожки достаточно узкие, парковок практически нет, поэтому, конечно, зимой здесь достаточно тяжеловато. В целом, конечно, если закрыть глаза на вот, скажем, все это разваливающее превосходство, то, конечно, можно смело приобретать здесь жилье. Вот только обратите внимание, как разваливается вся эта бутафория. А вот эти колонны лично мне напомнили жилой комплекс Северная долина в Парнасе. А вот он, один из заезд в жилой комплекс. По такому мосту проезжаешь через частный сектор. И вот если чуть позже, через час, через два прийти, то здесь даже на мосту будут припаркованы автомобили. Здесь даже застройщик применил красивый фасадный кирпич. Но обратите внимание, как отваливается штукатурный слой с монолитных перекрытий. Ну, вот эта вся бутафория, эти вроде поддержки балкона, вот она валится и здесь видно валится, и вот здесь от него там пласты такие прям вот-вот они отвалятся. Вот здесь обратите внимание, уже видно, что латали этот фасад, но долатать его до конца не смогли, и вот это все валится, и вот так, к сожалению, по всему комплексу поднимаем голову и камеру чуть выше, и видим, что граждающая конструкция балконов вся в ржавчине, и давно требует ухода. Палентуса тоже выглядит бесподобно. Ну, вот, друзья, обратите внимание на этот красивый зеленый балкон, и видно, как вода течет по фасаду, вымывая цемент. Улица названа в честь героя Советского Союза Ивана Евграфовича Федорова. Из плюсов для меня, что все здания газифицированы, но лишь для отопления. вот так выглядит стандартно, наверное, фасад. Вы только посмотрите, какие цементные разводы, подтеки. Понятно, что говорить о качестве гидроизоляции, к сожалению, здесь не приходится. Очень много, друзья, здесь строительных ляпов. Вот так у нас, друзья, выглядит стандартный холл, лифтовой холл, комната для инвентаря, лестничный марш, квартиры. Вот можно вызвать лифт, подняться на последний этаж. Пока едет лифт, посмотреть это все. Для того, чтобы избежать трещины, специально такая накладка сделана, выход во двор. И вот так все скудненько, я бы так сказал, и грязненько. Вернее, не грязненько, знаете, уже такое видно, что достаточно старенько, и никто особо за этим не следит. Лифты ЛЛЗ очень долго открываются двери, а есть аварийка, если вдруг ловить телефон, что можно позвонить. Лифт, конечно, обшарпанный. Резко так останавливается лифт, он грузопассажирский, всего лишь один, дома высотные. Выходим на последний этаж. Ну, это обычный классический коридор, из плюсов, что ровные стенки просто окрашены. При этом это газоблок, жуткая слышимость в квартирах. Где-то душновато, где-то нет. Вот видите, для мустринга скорее всего закрыто, закрытый на замок. Лестничный марш. Из-за окна здесь должен быть прекрасный вид на реку. Да, ох, как солнышко нам в глаза идет. Ручка в руках. Лес большой плюс, рядом аэропорт и, соответственно, слышно, как самолеты взлетают, начинает гудить двигатель. На шестой этаж мы уже поднимаемся без лифта. Очень интересно сделали. Кстати, здесь двухуровневые квартиры. Ну, и, соответственно, вот он, выход на кровлю. Ну, тут, полагаю, закрыто. Ну, поднимемся на всякий случай, посмотрим. Да, закрыто. Тут открыто. Да, странное помещение. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк и не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. Я говорю, до скорой встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok